Каждую среду в студии телеканала Самарагис мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Когда завершится модернизация самарских школ? Как в Самаре реализуется программа формирования комфортной городской среды? Кто контролирует качество дорог, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»? В нашей студии заместитель председателя Думы городского округа Самара Сергей Рязанов и председатель комитета по образованию, социальным вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, труду, физической культуре и спорту Думы городского округа Самара Вячеслав Звягинцев. Сергей Владимирович, Вячеслав Сергеевич, добрый вечер. Спасибо, что пришли в нашу студию в эти декабрьские напряженные, на самом деле, дни. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну и год завершается. Принято подводить итоги. Вот я предлагаю начать с социального блока, потому что, ну, на самом деле, наверное, один из важнейших, и это прямая ваша тема, вот модернизация самарских школ. Мы с вами об этом и говорили. Процесс начался давно. Как идет работа, на каком этапе, какие перспективы? Ну, продолжаются капитальные ремонты школ в городском округе Самары. Как и прежние годы, мы уделяем большое внимание капитальным ремонту пищеблоков. Как мы с вами уже об этом говорили, это комплексный подход. То есть, если делается пищеблок в школе, он делает целиком и полностью, вплоть до замены посуды, оборудования, мебели. Сейчас мы на протяжении уже, наверное, двух-трех лет говорим о том, что пора бы делать капитальные ремонты школьных залов спортивных. И эта работа тоже в городе ведется. И сейчас при планировании бюджета запланированы капитальные ремонты школьных спортивных залов. Помимо того, что запланированы капитальные ремонты и пищеблоков. Но это не единственное, что делается. Понятно, это текущие вопросы. Это капитальные ремонты фасадов, капитальные ремонты кровель. Ну и, соответственно, мы сегодня обращаем очень большое внимание на те предписания надзорных органов. Мы вместе с администрацией городского округа Самары на предписания надзорных органов. Это, прежде всего, Роспотребнадзор. Это МЧС. Ну и, соответственно, конечно же, это всегда прокуратура. Там, где есть предписания, там уделяется особое внимание тому, чтобы те предписания, которые есть у образовательных организаций, они были сделаны. Здесь нужно не забывать, что идут капитальные ремонты не только школ, но и учреждений дополнительного образования, детских садов и вообще всей социальной инфраструктуры. То есть, если мы будем говорить с вами и об учреждениях культуры, об учреждениях социальной защиты, это и лагеря наши загородные, да, традиционно. Сегодня они тоже подвергаются модернизации, капитальным ремонтам, да, потому что мы понимаем, что это очень востребованный и вид отдыха в летний период, ну и, соответственно, это оздоровление, прежде всего, наших самарских детей. Ну, это еще, к тому же, и доступно, потому что лагеря, как бы, это же, ну, особенно спортивные лагеря, это бесплатный вообще, как бы, отдых. То есть, городские лагеря при школах, это вот, как бы, все то, что необходимо. Я правильно понял, что сейчас вот начинается, ну, некий новый этап, то есть, модернизация спортивных залов, это примерно то же, что вот было проделано и проделывается, то, что делается с пищеблоками. То есть, это, как бы, вот новый такой этап развития школ. Да, мы бы хотели, чтобы школьным спортивным залам было уделено больше внимания, потому что сегодня не только три часа физкультуры, да, которые положены по федеральной программе, но это и дополнительные занятия, это работа спортивных секций в школах, это работа вообще, ну, такой вот спортивной составляющей, да. Мы прекрасно понимаем, что стоит задача, поставленная президентом Российской Федерации, с Владимиром Владимировичем Путином, о том, чтобы в каждой школе был спортивный клуб. Поэтому для занятий этого спортивного клуба по различным направлениям, да, это может быть баскетбол, это может быть футбол, легкая атлетика и так дальше, да. Плюс мы понимаем, что в данном зале выполняются нормативы ГТО, помимо всего прочего. Да, кстати, да. Это тоже такая вот общегосударственная задача, поставленная, опять же, и президентом, да, и государством для того, чтобы ребята смогли выполнять нормативы ГТО непосредственно в школе, в спортивном зале, либо на территории школы. Вот я предлагаю теперь поговорить о другой важной теме, это формирование комфортной городской среды. Если вот рассматривать ретроспективно уходящий год, что было сделано, что делается, какие планы на будущее, то есть вот что здесь происходит на сегодняшний момент? Я хотел к первому вопросу добавить, это не только спортивные залы, но и пришкольные спортивные площадки, которым также уделяется внимание. У нас эта программа реализуется, ставятся и хоккейные коробки, и делаются футбольные поля. В этом году тоже у нас несколько школ было отремонтировано. Это занятие на свежем воздухе, не только в спортивном зале. Про комфортную городскую среду, здесь прежде всего жители в каждом дворе... Кстати, это как раз, прошу прощения, прервал, подумал, знаете, о чем? Что как раз вот то, о чем вы сказали, это в том числе часть комфортной городской среды, между прочим, потому что спортивная площадка при школе, она традиционно, это место притяжения для всех любителей спорта с окрестной территории. Я почему это знаю? Потому что я сам как бы хожу на площадку спортивную при 65-й школе, и там очень хорошая спортивная площадка. Мне нравится туда приходить, там турники, брусья, там вообще замечательно заниматься. Почему я и связал все эти вопросы? Это вот как раз эти вопросы, они как раз близки. И так комфортная городская среда. Ну, а на тех же площадках, если мы возвращаемся, также у нас занимаются и жители, проводятся и дворовые тренировки, есть дворовые тренера в каждой администрации района, этому уделяется внимание. С комфортной городской средой, но здесь прежде всего жители выбирают виды работ, которые нужно сделать во дворе, ставят приоритеты, начиная от ограждений, детские спортивные площадки, потому что там та же карусель, это является там малым спортивным снарядом, да, для детей там 3-5 лет. Турники, освещение, благоустройство дворов, но именно жители выбирают, что наиболее необходимо, потому что живя в этом дворе, ты знаешь у тебя, кого больше, подростков, то, что нужно отремонтировать, нужно сделать, нужно реализовать в каждом дворе. Но и в дальнейшем жители берут на себя такую ответственность, как за этим, за всем следить, в том числе, как бы за порядком, потому что часто бывают случаи вандализма, с вами знаем, это уже не относится к гарантийным работам. Безусловно. Соответственно, нужно будет это делать, нужно будет тратить какие-то дополнительные деньги, вот именно жители должны следить за порядком на той площадке, которой для них вместе с городом они это сделали, они это выбрали, и в дальнейшем для того, чтобы было там комфортно и безопасно заниматься, это работа со старшими домами, с ответственными гражданами, которые должны будут делать и работать. Задача стоит комплексного подхода. Точно так же сегодня вот совместно с администрацией города, мы постоянно обсуждаем эти вопросы и говорим о том, что это комплексный подход. Так же, как и учреждениях социальной сферы, так же и городская комфортная среда, это комплексный подход, и, конечно же, это мнение жителей. Мнение жителей точно так же, как и ремонты. Когда мы делаем пищеблоков, это мнение родителей, мнение ребят, ну и, соответственно, к этому привлекается максимальное количество жителей во всех проектах. Но самое главное, это комплексный подход. Ну и я, кстати, вот если говорить о том, что вовлеченность людей и о том, чтобы они следили, я заметил, что вот когда территория отремонтирована, любым образом, допустим, это двор отремонтирован, это спортивная площадка, но, скажем так, антисоциальным элементам там некомфортно. Они оттуда уходят, они оттуда мигрируют. Ну, как правило, потому что там появляются вот, ну, здоровые такие люди современные, которые просто, они не вписываются. То есть сидеть там, распивать алкогольные напитки, ну, как-то это уже, они сами понимают, что они здесь лишние. И они куда-то уходят, и территория как бы очищается, естественным путем. Это тоже очень важно. Ну, к сожалению, не всегда так бывает. Ну, к сожалению, не всегда, но, скажем так, над этим нужно работать. Ну, давайте не забывать, что это общественное пространство. Это общественное пространство. Да, и здесь уже могут возникать нормы, скажем, да, по привлечению к определенной ответственности этих людей за распитие или за курение в общественных местах. Конечно, полицию надо вызывать просто элементарно. Вызывать полицию, да, и наводить порядок, чтобы не было такого, что вот полосчетку отремонтировали, но ей пользуются не те, для кого она предназначалась. Это я с вами совершенно согласен. Предлагаю поговорить еще об одной важной теме, которая вот сейчас, зимой, она как бы еще и сложная. Это дороги. Потому что дороги – это ремонт, это и модернизация, это и уборка. А перед тем, как начать этот разговор, предлагаю посмотреть сюжет, а затем продолжим нашу беседу. Улица Солнечная в Самаре. Самая ближайшая к Волге с большим автомобильным трафиком. Рядом множество больших микрорайонов, социальных объектов и примыкающих улиц. Прошлым летом улицу отремонтировали по нацпроекту безопасные качественные дороги. Рельеф участка сложный, много спусков, подъемов и лестниц. Поэтому важно быстро очищать ее от снега для удобства горожан. И особенно важна своевременная обработка противогололедными материалами. Этим и занимается во время уборки снега бригада муниципального предприятия благоустройства. У нас сегодня человек работает, значит, 12 человек на Солнечной, а также мы еще, у нас еще сторона безымянки. Значит, работаем на Старозагоре, работаем на Нововокзале, Фадеево отрабатываем. Выполнение работ на ежедневном контроле у общественности. Именно горожане, которые спешат домой, на работу, учебу или по делам, главный проверяющий орган. Управляющие микрорайоном собирают заявки жителей об участках, которые некачественно почищены, передают их в администрацию, затем проверяют, как были отработаны обращения. Поступают заявления от жителей. Также, как управляющие микрорайоном, я сама выхожу на территорию, вижу какие-то необходимые замечания, которые нужно решить своевременно. Все заявки поступают в администрацию промышленного района по компетенции и своевременно решаются. Именно своевременная очистка и уборка улиц, отремонтированных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» является одним из составляющих для того, чтобы новые улицы как можно дольше радовали горожан и гостей Самары. Это позволит дольше сохранять асфальт в нормативном состоянии и быстрее приводить в порядок другие участки городской дорожной сети. Всего в этом году было отремонтировано 42 участка в рамках дорожного нацпроекта. Перечень участков, которые ремонтируют, формируют заранее, исходя из многих факторов, таких как текущее состояние объектов, интенсивность движения, наличие маршрутов общественного транспорта и предписание прокуратуры и других надзорных органов. Они были все отремонтированы в соответствии с получением главы городского округа Самар в частности они касались улицы Алматинской, улицы Шоссейной, улицы Авроры. Поэтому было принято решение данную улицу отремонтировать. В летний период мы их в рамках национального проекта отремонтировали. И в настоящий момент сейчас идет их очистка от снега, содержание. Ну вот мы посмотрели сюжет. Очень правильно сказано, что своевременная и качественная уборка это путь продления срока службы дорог. Вот, кстати, на ваш взгляд, что нужно сделать для того, чтобы качество уборки, для начала про качество уборки, было на высоте, потому что понятно, что погодные условия будут очень сложные. Понятно, что здесь много-много всевозможных проблем, но тем не менее вот там на второй, третий, четвертый день после снегопада. Вот как, скажем, подвигнуть соответствующие службы вовремя исполнять свои обязанности? Во-первых, это должен быть контроль. И самое главное, подрядчики, которые взяли на себя ответственность, выиграли эти контракты по уборке города, они должны работать добросовестно, должны работать по-честному. Здесь и уборка снега, и обработка противогололедными. Это современные какие-то должны быть и группы в соцсетях, которые оперативно должны реагировать подряд на организации, которые ведут уборку. Их большое количество, начиная от крупных территорий и дорог, тротуаров, которые есть на территории города, но это и внутридворовые. Это выходы из подъездов, выходы со школ, где уже обслуживают непосредственно управляющие организации. Здесь совместно с жителями погода у нас переменчивая. Ну да. Тут дождь, то мороз. Здесь самое главное выполнять вовремя, качественно. И с стороны жителей, конечно же, требовать. Если нет, значит, нужно привлекать какие-то надзорные органы, если эта работа не производится, если лед не убирается, снег не вывозится. Конечно же, это поражение. Ну, вы правильно сказали, вовремя и требовать. Согласен. А теперь, если говорить об качестве дорог. Нацпроект «Безопасные качественные дороги». Как контролировать качество дорог, которые отремонтированы по этому нацпроекту? Потому что есть определенные гарантийные обязательства. Что нужно, чтобы они соблюдались? Опять-таки вернемся к контролю. Когда принимаются эти дороги, есть надзорные органы, начиная с технадзора, заказчика. Эти работы принимаются. А в дальнейшем, вот у нас буквально недавно стояло заседание общественного совета городского нашего, где общественники, а куда входят в том числе там люди, которые знакомы со строительством, знакомы с эксплуатацией дорог, также принимают участие. И привлечение той же общественности. А дальше, в течение пяти лет, это должны гарантийные обязательства соблюдаться. И здесь вопрос опять к заказчику, который должен за этими гарантийными обязательствами своевременно писать претензии подрядчику, если они выполнены некачественно. Ну, вот здесь главный момент – это связка заказчика и подрядчика, чтобы подрядчик был надежный, и чтобы, соответственно, он выполнил взятые на себя обязательства, если я правильно понимаю. И гарантийный период, который, да, он должен соблюдаться, который в контракте он прописан. Ну, собственно говоря, здесь… Кстати, вот Дума, как за этим наблюдает? Вот вы в данном случае, как вы участвуете в этом процессе? Вместе с общественниками, с общественным советом, в том числе у нас привлекаемый молодежный парламент, это при производстве работ, при сдаче работ, на каких-то этапах однозначно депутаты выезжают и сравнивают. График выполнения работ, сроки выполнения работ, ну и качественно. Предлагаю теперь вернуться к теме спорта. Почему, на мой взгляд, это важно и интересно? Согласно указу президента о национальных целях развития Российской Федерации, на период до 2024 года нужно существенно увеличить процент людей, которые занимаются спортом. 24-й год на пороге. Вот по вашей оценке, что в Самаре сделано, сколько жителей сегодня регулярно занимаются спортом? Ну, мы сегодня, во-первых, очень рады тому, что у нас открылось новое учреждение в городе. Это бассейн. Это впервые за последние, я бы сказал, наверное, 30 лет, да? В Куйбышевском районе. Да, в Куйбышевском районе. Со времен перестройки, да? Когда вот… Современный бассейн, хороший бассейн. Современный, такой качественный, хороший бассейн. Причем он располагается в Куйбышевском районе. Исторически когда-то там был бассейн, но в свое время он был потерян. Вот, во-первых, новый объект. Во-вторых, у нас планируется открытие еще универсальной спортивной площадки. Это уже идет по линии партии «Единая Россия». Да, это партийный проект. Плюс это денежные средства областного бюджета, городского бюджета. То есть в Ленинском районе, на улице Чернореченская, в ближайшее время тоже откроется универсальный спортивный такой зал многофункциональный, да? То есть это вот буквально вот за последнее вот некоторое время вот… Ну, по сути, за последние месяцы даже… Два, да. Ну, вот в этом году. В этом году открываются два новых объекта. То есть туда жители будут приглашены, соответственно, там будут работать спортивные и детские секции, да? Там время будет дано и для тренеров-общественников, соответственно, их работе. Ну, и, конечно же, для населения. То есть физкультурно-спортивная деятельность. На сегодняшний день, вот вы говорите о том проценте, это, по сути, 55%. Там 54,9% стоит у нас такой показатель в городе Самара. Он сегодня уже достигнут. Достигнут тем, что различные мероприятия проводятся у нас спортивные, их достаточно много проводится. Соответственно, у нас ремонтируется, вот буквально недавно мы выезжали с нашим социальным комитетом и смотрели, как капитально ремонтируются объекты спорта. Вот. И новые объекты, которые открываются, да, тот же самый Ледовый дворец. То есть там также занимаются вот наши граждане, да, наши жители. Вот предлагаю сейчас сделать паузу. Давайте посмотрим сюжет. Вот он касается такой интересной темы, мы ее уже касались, как ГТО, готов к труду и обороне. Важный и, ну, сейчас особо актуальный, на самом деле, комплекс. И затем продолжим беседу, потому что ГТО и массовые занятия спортом, ну, я считаю, что это такие вот взаимопроникающие явления. Они должны друг друга дополнять и развиваться. Давайте посмотрим, затем продолжим. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Постепенно набирает обороты. Фитнес-клуб предоставляет нам помещение для приема нормативов по силовой подготовке. И вот сегодня мы все беговые испытания стрельбу проводим в дворце легкой атлетики. И потом у нас еще будет плавание. Подтягивания, отжимания, бег на коробке и длинные дистанции – неотъемлемая часть комплекса ГТО. Все эти упражнения отличаются от работы на современных спортивных тренажерах и порой на деле уступают им в качестве результатов. Но зато это отличная возможность показать, как спортсмен-любитель. Посетитель фитнес-клуба умеет работать с собственным весом и распределяет нагрузку. Сложное испытание – это, я считаю, подтягивание низкой переквазина, потому что там нужен сильный верхний плечевой пояс и плюс пресс. Люди приходят, говорят, что сейчас я легко, сейчас быстро сделаю. На самом деле я уже знаю из практики, что это сложно. В этот день нормативы комплекса ГТО также могли сдать и все желающие. Вот маленькая Варя выполняет одно из упражнений – прыжки в длину. Это ее первый фестиваль ГТО. Но результат уже впечатляет. Прыгнула на полтора метра, что равняется золотому показателю. Спортивный зал пришла вместе с семьей. Все – здоровый образ жизни. Упорство девочки доказывает – спорт нужно любить уже с малых лет. Скоро я пойду на ГТО. И что я получу там мощь и силу. Какую медаль хочешь получить? Золотая, все лучшее и красивее. У нас, в общем-то, спортивная семья, потому что у нас и папа занимался спортом, он КМС по боксу. У нас старший сын тоже занимался спортом и занимается до сих пор. Он занимался кикбоксингом, на текущий момент времени занимается футболом. Поэтому, в общем-то, спорт всегда рядом. После подведения итогов спортсмены получат заслуженные награды. Как правило, торжественная церемония вручения знаков отличия ГТО проходит в конце зимы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они выполняются на знак, то это золотой, серебряный или бронзовый знак. Это я помню. И так. Ну, вот у меня серебряный знак ГТО, да. Слушайте, я вас поздравляю. Ну, хотелось бы, конечно, золотой, но для этого нужно продолжать спортивные занятия постоянно, да, быть постоянно в форме. Ну, а, кстати, вот если, я просто не знаю, вы... Я только в студенческие годы сдавал. Студенческие годы выполняли норму, да? Да. Ясно. Ну, собственно говоря, с другой стороны, можно вместе с коллегой продолжить эту работу, потому что тоже важно. У нас коллеги принимают участие, и проводятся и соревнования, и аппарат Думы, и депутаты регулярно принимают участие. На знак ГТО. Выполнение нормативов, да. Конечно. Нормативов. Само собой. А, кстати, вот на ваш взгляд, насколько вообще популярна вот эта программа «Готов к труду и обороне» вот в городском округе Самара? Ну, на сегодняшний день у нас количество зарегистрированных с начала действия, да, начало действия, вы знаете, официально с 1 сентября 2014 года ГТО по указу президента России, да, Владимира Владимировича Путина, мы эту работу активно начали в городе проводить с 2015 года, соответственно. И на сегодняшний день зарегистрированных по городу Самаре порядка 157 тысяч, да. Вот за 2023 год порядка 15,5 тысяч выполнивших нормативы ГТО. То есть цифры достаточно внушительные такие. Эта работа проводится постоянно. Вот. У нас в городе официально 13 центров тестирования, которые принимают, скажем так, нормативы ГТО, да. И постоянно проводятся фестивали ГТО. И сегодня это очень популярно, потому что на любом мероприятии практически есть либо площадка тестовая для выполнения нормативов ГТО, либо уже вот непосредственно есть момент для выполнения нормативов. Мне чем нравится эта программа, вот она как бы, знаете, она народная, она на самом деле доступная. То есть вот здесь правильно в сюжете сказали, как бы есть фитнес-клубы, есть это фитнес-движение, я к ним очень хорошо отношусь. Но вот когда вот это вот реальное пробеги, там, километр или три, пробеги сто метров, подтянись, брось гранату, ну вот и тут выясняются интересные подробности. Это как бы очень здорово. И это все действительно вот то, что в реальной жизни человеку может пригодиться. А вы знаете, кто самые активные участники? Пенсионеры, наверное. Вот на данный момент люди старшего возраста. Они всегда у нас молодцы. Но очень много желающих у нас ребята из детских садов. Начиная с шести лет, да. Они к этому относятся очень весело, очень так с энтузиазмом. И, наверное, как раз это идет заложение тех основ для занятия физической культурой и спортом, которые в будущем им просто необходимы. Для физического развития, для такого вот, ну понимаете, для ощущения своих сил, своих способностей, своих возможностей. И потом разные ступени по возрастам. И в каждой ступени можно показать те или иные свои вот качества физические. Мы здесь видим из сюжета пришли папа, мама. Сама. Дочка. Дочка. Сын, который занимается, да, там, тэквондо. И в преддверии года семьи, а мы с вами знаем то, что 2024 год президентом объявлено годом семьи. Вот именно эти семейные ценности, которые возникают, когда все семьи приходят, друг за друга болеют, максимально вовлекаются в спортивные мероприятия и показывают результаты. А цели для себя они ставят, как дочка уже сказала, если знак, то золотой. Поэтому с такими амбициозными задачами выходит, занимаются семьями. Я думаю, это максимально вовлеченность. Вячеслав Сергеевич уже сказал, да, там более 150 тысяч уже у нас зарегистрировано. То есть это количество, если с каждым годом посмотреть, в процентном отношении оно резко растет у нас. Из года в год, да, эти показатели растут. То есть количество людей, которые вовлекаются в это движение, оно ежегодно растет. Осталось буквально три минуты, не могу не задать этот вопрос. Вопрос, наверное, немножко неожиданный даже. Началась подготовка уже аж к 25-му году, 80-летия Победы. Вот что происходит, что делается, что будет? Кратко. Да, 25-й год у нас будет 80 лет Победы. И 24-й год, он является таким подготовительным, где мы должны максимально проверить все наши памятники, захоронения. Так же, как мы ежегодно делаем, вы знаете, с администрацией, с депутатами, с волонтерами. На субботники, на сенюю уборку могилы, где у нас захоронено городском кладбище, на других кладбищах наших ветеранов. Но и объектов, которые касаются нашей истории в годы Великой Отечественной войны. 25-й год, он будет являться юбилейным. Соответственно, мы до 9-го мая, в 24-м году, должны максимально к этому подготовиться, в том числе и с мероприятиями. Один из таких знаковых, я считаю, событий, которые будут в городе, у нас, вы знаете, стоит полутора, которые на 22-м партии ездили к Гагарину. Это такая территория несколько была у нас заброшенная. Там был, внутри находился кафе незаконное, который Рахиб, который в итоге снесли судебными приставами. И теперь до конца года эта территория приобретет статус сквера. И в дальнейшем вместе с гражданами можно посмотреть, провести какое-то голосование, придумать название. Оно связано именно с водителями, шоферами в годы Великой Отечественной войны. Вот, может быть, будет присвоение и проведение этой территории в Советском районе в порядок. То есть у нас плюсом появится, я считаю, замечательный сквер на территории Советского района. Согласен. По учреждениям образования, это, конечно же, связь с ветеранами. С каждым годом, к сожалению, их становится все меньше и меньше. Ветеранов Великой Отечественной войны, участников, узников, детей, ну и других различных категорий. Это и блокадники, соответственно, это и дети фронту. Здесь очень важна роль поколений, молодого поколения, которые должны помнить, знать об этом и не переставать общаться и помогать в качестве волонтеров тем людям, которые прошли горнило этой войны. В 2024 году состоится ежегодный диктант победы в рамках проекта «Историческая память». Тоже важный момент. Программа, да, наша Самарская область занимает всегда лидирующие места и по количеству площадок, и по количеству участников. То есть это будет и в 2024 году продолжено. Соответственно, мы еще раз проанонсируем, когда это будет, где проходить. Для участников победители получают дополнительные баллы также при поступлении в ВУЗы. Еще раз хотел бы об этом напомнить. Спасибо за интересную и содержательную беседу. Время программы подошло к концу. Всегда рады вас видеть в студии. Напоминаю, в нашей студии были заместитель председателя Думы городского округа Самара Сергей Рязанов и председатель комитета по образованию и социальным вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту Думы городского округа Самара Вячеслав Звягинцев. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»